Здравствуйте! Что же произошло с медицинскими записями Кейт Миддлтон? Давайте поговорим о том, что мы знаем о лондонской клинике в целом. Газеты часто печатают вот эту фотографию, на которой Кейт Миддлтон в фиолетовом пиджаке, и она выглядит достаточно грустной. Почему? На заднем плане видна внешняя сторона лондонской клиники и пара рук, которые держат планшет с документами. По словам инсайдера, один из сотрудников клиники якобы пытался получить доступ к медицинским записям Кейт, которые были сделаны во время ее лечения. Элитная лондонская больница, известная тем, что лечит высшее общество, попала под огонь критики из-за сообщений о нарушении врачебной тайны в отношении члена королевской семьи. Лондонская клиника попала в заголовки газет после того, как инсайдер заявил, что сотрудник пытался получить доступ к медицинским записям Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская провела почти две недели в больнице в январе, где ей сделали, как нам говорят, плановую операцию на брюшной полости. Клиника Мерлибон, расположенная на углу Девеншир Плейс, в одном из самых престижных районов Лондона, имеет долгую историю лечения королевской семьи и других знаменитостей. Но давайте посмотрим изнутри на самую роскошную, как говорится, частную больницу и ее королевских пациентов. Чем же знаменита эта лондонская клиника? Королевские связи лондонской клиники восходят к 1932 году, когда королева-мать, которая тогда была герцогиней Йоркской, официально открыла больницу. С тех пор многочисленные члены королевской семьи открывали новые помещения в этой клинике. В 1989 году король Чарлз открыл физиотерапевтическое отделение, а королева Елизавета открыла онкологическое отделение клиники стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов в 2010 году. Больница, похожая на отель, также лечила членов королевской семьи на протяжении многих лет. Принцесса Маргарет проходила лечение от доброкачественного поражения кожи в лондонской клинике в 1980 году, в то время как принц Филипп оставался там на лечение в 2013 году, когда он проходил обследование брюшной полости. В январе и Кейт, и ее свекр, король Чарлз III, прошли лечение в этой больнице. Чарлз перенес корректирующую процедуру по поводу увеличенной простаты и оставался в клинике в течение трех дней. Кейт тем временем провела почти две недели в этой больнице, пока восстанавливалась после операции на брюшной полости, ну, по официальной версии. Ее при этом никто не фотографировал по прибытии или выходе из больницы, но ее личного помощника Наташу Арчер видели входящей и выходящей с цветами и другими подарками. Принца Уильяма также сфотографировали во время посещения клиники. На этой фотографии вы его видите в автомобиле, когда он уезжал после посещения своей супруги. Ну, а в целом, лондонская клиника лечила многих известных пациентов, в том числе голливудскую актрису Элизабет Тейлор, которая проходила лечение из-за травмы колена в 1963 году. Вы видите фотографию. В этой же больнице родился бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон. Принцесса Маргарет на этой фотографии покидает клинику. Это фотография истории лондонской клиники. Помимо своих знаменитых пациентов, эта клиника была частью нескольких исторических моментов. У нее есть несколько центров по всему Мерлибу, но в том числе один на Харли-стрит, в том же самом месте, в котором король Георг VI, отец королевы Елизаветы, получил революционное лечение от своего заикания. Ну, как вы все знаете, он страдал от изнурительного заикания, из-за которого боялся публичных выступлений. Он начал посещать австралийского логопеда Лайонелла Лога, который научил его дыхательным упражнениям, которые помогли ему справиться с этим недугом. Джордж постепенно преодолел заикание при помощи Лайонелла, и они оставались друзьями до самой смерти Джорджа в 1952 году. Эта история была также показана в оскароносном фильме 2010 года «Король говорит». Я надеюсь, вы его видели, если интересуетесь историей Англии. Но эта больница также известна своей революционной работой в области пластической хирургии. В 1932 году в клинике открылось первое в мире частное отделение пластической хирургии, где отец пластической хирургии, как его называют, сэр Гарольд Гиллис, помогал солдатам с ранениями, полученными на войне. Как же теперь проходит лечение в лондонской клинике? Ну, в этой клинике лечение может стоить десятки тысяч фунтов. Эта больница предлагает своим пациентам роскошные услуги, по крайней мере, как они говорят. У достойной наград шеф-повар готовит свежие блюда, используя рыбу из кормула и мясо с рынка Смитфилдс. Ну, в среднем обед выглядит вот так. Я бы не сказал, что это что-то особенное, но все-таки. В больнице также работает консьерж-сервис, который помогает пациентам бронировать проезд туда и обратно, проживание и рестораны. Гости могут отдохнуть в отдельных номерах с телевизором и собственной ванной комнатой. Пациенты также могут позвонить в любое время, даже посреди ночи, чтобы записаться на прием к врачу общей практики в тот же день по цене от 60 фунтов стерлингов. Ну, а стоимость ночевки варьируется в зависимости от проведенного лечения. Замена тазобедренного сустава, например, стоит 15 175 фунтов стерлингов, в то время как хирургическое лечение храпа обойдется вам в 3000 фунтов. В больнице имеется также возможность лечения 155 разных заболеваний по последнему слову техники. Здесь есть специализированные отделения урологии, гинекологии, таракальной хирургии, ортопедии и спинальных процедур. Это одна из крупнейших частных больниц в Англии, в которой ежегодно лечат около 23 тысяч стационарных и около 110 тысяч амбулаторных пациентов. Клиника также работает как благотворительная организация и реализует медицинские исследования и инновационные проекты. Комиссия по качеству медицинской помощи, независимый регулятор здравоохранения и соцобеспечения в Англии, в 2021 году присвоила лондонской клинике оценку «хорошо», но при этом заявила, что хирургия на месте требует улучшения. Так что не все так хорошо в этой клинике. Так почему же эта клиника теперь находится под следствием? Инсайдер утверждал, что один из сотрудников пытался посмотреть медицинские записи принцессы Уэльской во время ее пребывания в лондонской клинике. Источник сказал, что это было серьезным нарушением безопасности и невероятно разрушительно для больницы, учитывая ее безупречную репутацию в области лечения членов королевской семьи. И если это утверждение будет соответствовать действительности, то это будет грубейшим нарушением врачебной тайны. Доступ к медицинской документации пациентов без согласия контролера данных медицинской организации является уголовным преступлением в Великобритании. Так вот, британский орган по надзору за конфиденциальностью и управление комиссара по информации подтвердило, что чиновники получили и рассматривают на данный момент отчет об этих нарушениях. Доступ к медицинским записям короля при этом получен не был. Ну, по крайней мере, такая информация официально представляется публике. Как же отреагировала сама клиника? Да, в принципе, ничего особенного они не сказали, потому что они только опубликовали заявление в связи с этими обвинениями. Эл Рассел, исполнительный директор Лондонской клиники, сказал в своем заявлении, что в случае любого нарушения будут приняты все соответствующие следственные и нормативные, а также дисциплинарные меры. Также он добавил, что в больнице нет места для тех, кто намеренно злоупотребляет доверием кого-либо из наших пациентов или коллег. Клиника не ответила на дальнейшие вопросы о каких-либо обвинениях в их сторону. Предполагается, что не один, а трое сотрудников, в отношении которых сейчас ведется расследование в связи с этим нарушением, были отстранены от работы. Ну, а в целом, в каких еще больницах лечится королевская семья? Лондонская клиника – это ведь не единственная больница, которую, как оказалось, часто посещают члены королевской семьи. Например, вот эта больница, в которой Кейт родила своих троих детей. Это частное родильное отделение Линга Винг в больнице Святой Марии в Паддингтон, где обычные роды стоят 6300 фунтов. Принц Уильям и принц Гарри тоже родились в этой больнице. Госпиталь Эдуарда VII в Мерлибон несколько раз оказывал помощь членам королевской семьи. Кейт провела там тоже некоторое время, когда проходило лечение от сильной утренней тошноты в 2011 году. А принц Филипп перенес там замену тазобедренного сустава в 2018 году. А королева Елизавета перенесла там операцию на колени. Известно, что королевская семья иногда пользуется услугами национальной системы здравоохранения, НХС. И принц Филипп перенес экстренную операцию на сердце в больнице НХС Папворс в Кембридже в 2011 году. Это вот эта больница. А принц Гарри перенес операцию по удалению грыжи в возрасте трех лет в больнице Грейт Ормонд-Стрит, которая является тоже трастом НХС. Члены королевской семьи также имеют доступ к королевскому медицинскому дому. Это команда специалистов, готовая оказать помощь при любых медицинских состояниях. Врач из этой команды обычно сопровождает членов королевской семьи во время любых зарубежных визитов. Вот, в принципе, такая ситуация на данный момент. Я вам постарался рассказать о всех больницах, которые использует королевская семья. Ну и все, что нам остается теперь делать, так это ждать и наблюдать. Чем же закончится история с этим исчезновением из публичного пространства Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской? Если хотите быть в курсе событий, подпишитесь на наш канал, для того, чтобы ежедневно узнавать о том, что именно происходит в Великобритании. И вы узнаете это из первых рук. Наша программа новостей выходит по будням уже в течение четырех лет. Поэтому вы точно будете в курсе происходящих событий. На этом я с вами прощаюсь. В студии был Олег Хилл. Всего вам доброго.